Добрый день! Я Максим Маханевский из компании Advo Consulting и этот ролик про бизнес-аналитику. Бизнесмены всегда интересуются анализом продаж и сейчас покажу пример про анализ оптовых продаж на платформе ClickSense. При этом сконцентрируюсь на опыте работы с производителями продуктов питания. Витебская бройлерная птицефабрика, Инкофуд из Бреста и галерея вкуса из Минска. Понятное дело, что данные этих компаний я вам не покажу. У нас заключено соглашение о неразглашении. Объектом для демонстрации выступит приложение с нашими данными. Это приложение мы с коллегами называем сборником The Best. Оно собрало в себе самые лучшие аналитики, практики для анализа продаж в опте. Это отличный вариант, чтобы начать внедрять аналитику или укрепить текущий уровень. План повествования будет таков. Кратко расскажу, что такое клик, как в нем все устроено и какую пользу он несет. Также пройдусь по листам и покажу, что на них можно делать. Ну и проговорю следующие шаги по действиям и предложу бонус. Итак, что же такое клик, какую пользу он несет и несет ли вообще? Для ответа на этот вопрос я использую вот этот слайд. Это исследование 2008 или 2009 года, которое дает нам три тезиса. Каждый третий управленец, владелец компании принимает жизненно важные решения в своем бизнесе, не имея достаточное количество информации для этого. Также каждый второй управленец не имеет доступа к полной информации. Сейчас уже другое время. С момента исследования прошло больше десятилетия, но ситуация все такая же. То есть получается, что топ-менеджеры и владельцы создали бизнес, управляют им, но о внутренних делах они многого не знают, а решения принимают, получается, наполовину опираясь на какие-то отчеты и интуицию. И еще один тезис. Около суток в неделю ваши сотрудники в компании тратят на поиск информации и обработку для анализа. Согласитесь, звучит довольно пугающе и смешно, а те, кого это не пугает, наверное, просто привыкли. Но это непонятно. Ведь зачем все так усложнять, если решение есть и оно доступное? Ну, например, Клик. Сразу к примеру. Вот Ганна про причины своего проекта. То, что внедрение системы аналитики Кликсенс весомо изменило практику ведения аналитической работы и скорость в целом. Да и внедрять Клик они стали потому, что стало важно быстро принимать управленческие решения. А вот что про это говорим мы. Благодаря Кликсенс произойдет сокращение времени на поиск информации на 50%. Также рост построения отчетности увеличится минимум в два раза. Ну и практически во всех случаях на самом-то деле аналитика уже готова. Вам нужно только задать бизнес вопрос и получить ответ. Клик продукта не новый. Ему около 30 лет. И за это время он может похвастаться большим количеством клиентов. Если говорить про крупнейшие компании мира, то это Cisco, Toshiba, Sony, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Danone и так далее. Давайте посмотрим еще и на тех, кто к нам немного поближе. Тот же Danone, Atlant M, VTB, связной, Gazprom, косметика Rivgosh, X5 Retail. Много клиентов и в Беларуси. Благодаря специалистам А2Консалтинг за 10 лет в Синюоке внедрено уже 450 проектов. Вот 95% ритейла в РБ используют Клик. Есть клиенты-дистрибуторы, производители. А2 активно работает с фармой, банками. И если ком-то из клиентов вы хотите прочитать подробности проекта, заходите на сайт a2c.buy в раздел новости и кейсы. Ну или напишите мне запросы, я вам пришлю. Но что я здесь хочу сказать. В Беларуси дорожка к бизнес-аналитике уже протоптана. Культура уже создана, ее нужно развивать. И этим видео я приглашаю вас поучаствовать в этой культуре. Но вернемся к Клику. Чем же он полезен? Клик позволяет принимать решения. Во-вторых, контролировать текущие дела. Искать точки роста, экономить без ущерба для развития. И что очень важно этой весной и этим летом сокращать издержки. Также он позволяет прогнозировать, исходя из условий данных. Ну и понятно, что этот инструмент покрывает все запросы отчетности и аналитики. Если честно, я их разделяю. В ходе презентации на примерах покажу, чем отчеты отличаются от аналитики. И скорее всего у вас возникает вопрос. А откуда в Клике столько данных? Отвечаю. Клик всеяден. И подключается напрямую через специальные коннекторы абсолютно к любой учетной системе или источнику. Вот скриншот с самыми популярными источниками данных. Это может быть одна система. Чаще всего в Беларуси мы сталкиваемся с 1С. Либо это может быть десяток разношерстных систем. В итоге все данные консолидировано будут храниться в архитектуре Клик. Ждать вашего Клика-мыши, чтобы ответить на ваш бизнес-запрос. При этом больших мощностей это не потребует. А вам хорошо тем, что теперь вы анализируете данные без помощи айтишников. Итак, давайте начнем. Просмотр приложения, который называется Коробочное решение по анализу оптовых продаж. Еще раз отмечу, что это сборка лучших листов, которые покрывают практически все потребности любой компании, которая продает оптом. Приложение состоит из листов. У них есть конкретные названия, предназначения. Здесь у нас есть KPI, рейтинги, анализ доходности, ABCXYZ, универсальное сравнение, динамика детальная, моделирование. Что если план факт, конструктор, анализ продвижения. Сейчас я работаю в программе через браузер. Могу скачать себе десктопную версию, либо приложение на смартфон и смотреть те же аналитики там. То есть я могу быть без ноутбука, за рубежом, в пути. Главное, чтобы у моего гаджета был интернет и экран. Аналитика о моем бизнесе будет мне доступна всегда. Начать нужно с описания ассоциативной модели. И как данные вообще трудятся ради вашего бизнеса. Как они строят для вас ясную картину. Я сейчас зашел в лист отборы. Он предназначен для отображения всех данных, имеющихся в приложении. Здесь вы быстро и легко сможете настроить все необходимые отборы для работы. В листе есть панель для выбора временного периода. Ну, возьмем, например, 18-й год. Я выберу далее контрагента. Например, 1. И обратите внимание, что цвета немножко поменялись. То есть вообще в приложении у нас три рабочих цвета. Это зеленый. Тот цвет, который рабочий, который я выбрал. Белый. Это данные, которые имеют отношение к данному контрагенту. И серый. Это данные, которые к данному контрагенту отношения не имеют. То есть вы на ходу уже можете понимать, какие данные за что цепляются. То есть я делаю вывод, что в 18-м году с вот этим контрагентом, номер один, работали такие-то менеджеры с моей стороны, а такие-то не работали. Я работал по брендам с ним вот таким-то, а по таким не работал и так далее. Итак, далее ныряем в листки API. Мы его еще называем листом руководителя. Он позволяет проводить общий анализ эффективности компании, отслеживать темпы развития и причины падения. Здесь все кликабельное. Обратите внимание, у нас есть панель с временными периодами. Я могу их сравнивать. Выберу то и это. И обратите внимание, что клик мне уже что-то высчитал. А показывает он мне ключевые показатели моего бизнеса. Это выручка с НДС, продажи в количестве, валовый доход, средний заказ в штуках в день, количество клиентов, план и факт. Есть динамика показателей в сравнении. То есть, если я хочу углубиться, то я могу выделить конкретный. Здесь у меня по дням идет динамика. Я могу выбрать конкретный день и увидеть пересчитанные ключевые показатели. Польза от листа. Вы всегда в курсе всех ключевых показателей бизнеса. Видите динамику. Даже если вам нужно увидеть общие цифры по группе компаний, холдингу или отдельно по менеджеру, контрагенту или товару. Или, например, городу. Вот сейчас я выбрал конкретный город. Следующий лист это рейтинги. Зачем они нужны? Да для того, чтобы сравнивать наши измерения и показатели. И составлять своеобразные топы. Давайте покажу. Выберем временной период. И давайте посмотрим, например, наших контрагентов по выручке с НДС. Я вижу, что в 2018 году лидирует контрагент номер 2014. Что я продавал этому контрагенту? Давайте посмотрим. Например, по группе товара. И лидирует у меня группа товара 43. А какой отстает товар? Товар номер 37. И причем здесь довольно большой минус. Похоже, были большие возвраты. А давайте посмотрим, какие менеджеры этому контрагенту продавали. Например, вот этот товар. И здесь мы тоже видим, что есть определенные лидеры, есть определенные аутсайдеры. То есть, польза данной вкладки в том, что все познается в сравнении. И чтобы вам было понятно, кто лучше, кто худший по измерениям вашим и по показателям. И существует эта вкладка. Далее ныряем в анализ доходности. Значит, с помощью этой вкладки мы можем проводить оценку доходности позиций. Здесь у нас, опять же, есть временная панель. Давайте выберем 2018 год. У нас есть измерение, группа товара, товар, группа товара, линейка товара, бренд, контрагент, менеджер, торговая точка. И мы можем делать корреляционный анализ. Есть таблица с определенными показателями. Итак, давайте сыграем. Значит, определим взаимосвязь между объемом, объем продаж, да, и валовым доходом, например, по группе товара. Так, отсматриваем. Значит, давайте не топ-5, а топ-100 сделаем. И обратите внимание, значит, есть у нас топ-4, например, вот 77, да, который по объему продаж, ну, один из самых высоких, да, но при этом по валовому доходу он идет в самом хвосте, да, то есть очень близко к нулю. А вот, например, группа товаров 150, наоборот, очень далеко по валовому доходу, но при этом продаем мы его в штуках практически, ну, в количестве, столько же, сколько и товаров 77. Столько же, сколько и группа товаров 77. А давайте наоборот. Сейчас возьмем контрагента и найдем взаимосвязь объема продаж и, например, процентов скидки, да, процентов скидки. Итак, значит, смотрим, ищем, давайте найдем какие-нибудь аномалии. Вот, например, контрагент 280, да, я вижу, что по объему продаж он в минусе, но при этом у него есть еще и какая-то скидка, да, то есть, ну, наверное, были возвраты, но при этом он имел скидку. Вот мой аномальный 112 контрагент, значит, скидка у него просто огромнейшая, да, он больше всех имел скидку, но при этом по объему он близок к нулю. Зачем я с ним работаю, непонятно. Давайте его выделим, да посмотрим, что у нас за товары, например, мы ему продаем. Ага, вот такие товары, которые тоже у нас где-то, где-то в минусах, да, то есть, по ходу он нам создает, в общем-то, возвраты, при этом по объему берет что-то малое, ну, товар 114 берет много. Возвращаемся, а теперь давайте в рейтингах посмотрим этого 112 контрагента, вообще, какой он у нас имеет вес. Так, это все у нас 2018 год. Так, смотрим, смотрим. 112, так он у нас хуже всех, так зачем мы с ним возимся вообще? Почему мы работаем с ним по таким условиям, а он еще и это, и берет, и платит меньше всех? В общем, к чему я веду? Польза этого листа это быстро понять, на чем строится мясо вашего дохода, чтобы сконцентрироваться именно на этом, а не распыляться на контрагентов 112. Этот лист, это точка вашего роста. Итак, следующая вкладка ABC-XYZ. Данная вкладка позволяет проводить совмещенный ABC-XYZ анализ ассортимента, на основании которого можно разрабатывать и проводить специальные, например, маркетинговые акции, там, или политику закупки товаров, вывода товаров из ассортиментной матрицы, ну и так далее. Скорее всего, ABC вы делаете, а вот XYZ хотите, но не можете. Если кто-то не в курсе, ABC это ранжирование товаров по объему продаж, а XYZ это анализ стабильности продаж товаров, основанный на коэффициенте вариаций, которые показывают стабильность анализируемого показателя. В общем, какая польза от листа? Это возможность быстро делать ABC, не мучаясь, оперативно. Вот вам быстрый инструмент и клик вообще позволяет почитать XYZ еще к тому же. Здесь ищем точки роста или товары камни, контрагентов, которые можно отсеять из своего набора. Следующая вкладка это универсальное сравнение. У нас здесь есть период анализа, есть период сравнения. Ну, давайте выберем 2018 и 2017 года. У нас есть таблица, в которой сразу анализируем оба периода, период анализа, период сравнения. Есть у нас отклонение и LFL показатель, то есть, который основывается там, учитывая план и факт, да. Есть диаграмма, которая визуально отображает весь массив для поиска аномалий, например. В целом, польза такова. Вкладка нужна для того, чтобы посмотреть, как вы отработали в определенный период, вычленили, что получилось хорошо и вы ныряете глубже, чтобы выяснить, как это повторить. Или наоборот, находите, что плохо и ныряете в суть, чтобы не допустить этого в будущем. Следующий лист, который я хочу показать, это план-факт. Иногда делаем план-факт-прогноз. Выставлю все по месяцам. Лист сразу показывает наши достижения. И если идет речь про состоявшийся год, то, понятное дело, прогноз уже нам не нужен. Мы уже понимаем, что мы, в общем-то, облажались. То есть, план мы не выполнили. Но если мы берем, например, текущий год, то есть, 2019-й, у нас по вот этим данным еще не закончился. То здесь мы видим, что если мы будем так же ехать, то, в принципе, к концу года велика вероятность, что мы план не только выполним, но еще и перевыполним. Важный момент. Многие наши клиенты дробят план на контрагентов, торговые точки, на области, на менеджеров и так далее. И мы можем внести это в клик. Можем сделать так, чтобы каждый менеджер мог посмотреть свои достижения, понимать, как он вообще идет. И если надо, скорректировать свою работу. Можно даже сделать так, чтобы план-факт считал зарплату, бонусы менеджерам. Или даже система может подсказывать менеджеру, каким контрагентам, каким торговым точкам и какие именно товары, согласно плану, лучше всего сейчас предложить. Причем это все исходя из исторических данных и ради того, чтобы выполнить поставленный план. Едем дальше. Следующая вкладка называется «Что если». Здесь есть триггеры, благодаря которым мы можем воспроизвести какие-то новые правила игры. Представим, приезжает к нам контрагент и говорит «Я хочу получить от вас скидку в 3%. Вот здесь у меня выбрана группа товара. Здесь у меня данные, например, за 2018 год. Значит, он хочет скидку. И говорит «Я хочу 3%. Мы смотрим по группе товара, на вот эту колонку, что везде мы, в общем-то, в минуте». И сразу же на ходу мы можем покрутить наши триггеры и понять, по каким группам вообще целесообразно с ним разговаривать на эту тему. И вот уже несколько групп, ну, большое количество на самом деле, уже, ну, как бы выше, выше ноля. То есть, ну, здесь уже мы делаем выводы. Как бы нужен нам этот партнер, не нужен. То есть, пойдем мы на такие правила игры не пойдем. Но мы можем же еще нырнуть глубже. Вот у меня группа товара номер 5. Давайте мы ее развалим по товарам. Я вижу, что какой-то товар мне целесообразно ему продавать, да, при таких же условиях. Я даже в плюсе буду. А какие-то, ну, просто, просто уйду в минус. То есть, здесь я уже реально понимаю, что будет происходить. А давайте попробуем поговорить с нашим партнером и уговорить его, чтобы он взял на 10% больше. Ну, здесь уже мы видим совсем другие цифры. И здесь уже становится намного интереснее. Второй пример. Можем смотреть этот лист для того, чтобы понять, что будет, если мы хотим сделать акцию. В общем, польза данной вкладки в том, что она дает возможность пользователям быстро и удобно оценивать влияние различных факторов на доход. И это позволяет планировать акции и оценивать их результативность. Есть у нас еще один пример, который реализован с производителями курочки из Витебской области. Они производят и продают в сети. Есть и своя сеть. Значит, сделан специальный калькулятор разделки тушки. Объясняю. Есть тушка. Она стоит условно 5 рублей. Если ее разрезать пополам, то каждая будет стоить по 3 рубля. С этими половинками можно еще что сделать. Отрезать крылья, окорочка, голень, ножку. И каждая из этих частей будет иметь какую-то стоимость. И вот с помощью этого калькулятора и исторических данных мы можем понять, что и в какой регион нам надо произвести, подготовить в виде полуфабрикатов и куда, когда растасовать. Ведь есть регионы, которые купят у нас только ножки, а крылышки там не купят в таком объеме. Значит, смотрим, где купят еще и крылышки. Таким калькулятором мы персонализируем производство под каждый регион, чтобы, во-первых, спрос был удовлетворен. У нас не было упущенных продаж. И второе, у нас при этом не забивался склад. Итак, следующая вкладка это конструктор. Еще мы называем его убийцей Excel. Вот давайте представим, мы с вами сейчас сидим на совещании, вы говорите, Максим, сделай, пожалуйста, мне отчет, в котором будет, значит, упоминание наших контрагентов, поставщиков, менеджеров, групп товаров, например, областей, в разрезах мер выручки, объема продаж. Заметили, да, что происходит? То есть, вы говорите команду, а отчет уже составляется. При этом, если вы вдруг передумаете на ходу, да, то есть, можно что-то поменять, переставить местами, отфильтровать. Может быть, конкретизировать по временному периоду или дате конкретной, пожалуйста. Но факт в том, что вы уже получаете готовый отчет. Динамика детальна и анализ продвижения оставлю как тему для личного общения, чтобы вы звонили и знакомили с нами и с кликом. А закончу я презентацию цитатами наших клиентов. Зачем они вообще внедряли аналитику, какие преимущества они получили. И вот что, например, говорит дистрибьютор Patio, он же пятый элемент. Их мы считаем одним из самых прогрессивных наших клиентов. У них много приложений. Но и путь клику они вообще-то сделали от Excel, самописных систем, LabCube и другого. В общем, преимущества, которые они получили, это готовые отчеты. То есть, не надо тратить времени, все готово, уже подано на стол. Все информационные системы сконсолидированы в одном месте. Снижена нагрузка на транзакционную систему. Также они экономят деньги на разработку и поддержку аналитической системы. Потому что клик это уже готовое решение. Ну и вся история хранится у пятого элемента. То есть, закрыты вопросы по безопасности и контролю данных. Что получила галерея вкуса? Руководители, топ-менеджеры и аналитики компании получили оперативный доступ к данным для контроля и своевременного принятия управленческих решений. Особенно ценными считают они план-факт, факторный анализ, геоанализ и сравнение периода с периодом. Ну и что получила Ганна? Внедрение системы Кликсенс довольно сильно изменило ведение аналитического модуля. Сотрудники компании получили возможность проводить анализ продаж по всем возможным разрезам и периодам, которые вообще на фабрике возможны. Ну а также мы дали им довольно простой инструмент. А руководители Ганна получают самую глубокую аналитику практически мгновенную. У Ганны же были практические задачи, например, анализ оборачиваемости запасов, что лучше или что хуже, контроль и анализ маржинальности продуктов, анализ недополученной прибыли, надо выводить товары из ассортимента или надо вводить товары, но непонятно какие. Вот благодаря модулям анализ продаж и анализ запасов мы успешно решили эти задачи. Вообще предлагаю вам посмотреть выступление Ганны на нашей конференции, ссылку я положил в описании. Итак, подытожим ролик. Что такое клик? Это инструмент для принятия решения. Кто клиенты? Это розница, дистрибуторы, производители. И закончу ролик выгодами, если у вас завтра будет кликсенс или кликвью. Первое. У вас будет инструмент, который позволяет создать единую точку правды для всех. При этом учитывайте, что такая стратегия касается всех направлений. На клик можно сделать анализ продаж опт или розницы, анализ запасов, закупок, финансов, производства и так далее. Сейчас очень актуален анализ электронной коммерции. Этой теме посвящен отдельный ролик. Также клик позволит вам смотреть на данные под разными углами. В этом и заключается разница аналитики от отчетности. Мы берем цифру из плоского отчета и можем ее развалить в любом контексте, чтобы понимать ее природу, взаимосвязи, влияние и прогнозы, на которые она влияет. Когда у вас будет клик, вы быстро поймете причину или источник изменения ваших ключевых показателей. Теперь у вас все под контролем. Также клик позволит оценить риски при принятии решений. Вы сможете спрогнозировать, разыграть какие-то гипотезы, ну и понять, что будет, если. Клик помогает принимать решения с заинтересованными лицами. То есть наши клиенты используют клик на встречи с партнерами, на торгах, чтобы отстаивать свою позицию. Ну и последнее. Клик работает на любом устройстве с интернетом и экраном. Ну и на этом все. Подписывайтесь на канал. Ну и напишите мне вопросы, если они появились. Удачи в бизнесе и хороших вам продаж! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!